Свежие морозные дни для жителей Черемшана вот уже вторые сутки по-настоящему траурные. Накануне в последний праздничный день здесь произошла трагедия, которая унесла жизнь семилетнего ребенка. Вот в этом доме случился пожар. Внутри находились мать и ее дочь. Было темно приблизительно шестой час вечера. Из дома напротив пошел дым. В это время к нему начали съезжаться машины. Приехали пожарные. Мы не думали, что внутри есть люди. Но когда из горящего дома спасатели вынесли на руках ребенка, для нас это стало шоком. На месте пожара сложилась следующая обстановка. Открытого горя не наблюдалось. Внутри жилого дома было сильное задымление. Из приоткрытого окна зальной комнаты шел густой дым. О помощи никто не просил. Ходная дверная дверь была закрыта изнутри. В 18 часов 22 минуты пожарными в помещении спальни на полу у входной двери было обнаружено тело гражданки Маркеловой 1987 года рождения. В 18 часов 25 минут в помещении спальни на полу возле кровати было обнаружено тело несовершеннолетнего ребенка Маркеловой 2016 года рождения. Как говорят соседи, этот дом принадлежит бабушке, матери пострадавшей женщины. Сама она, по словам очевидцев, приезжала сюда, когда бабушка уходила на смену. Так было и в тот роковой вечер, когда пожарные передали маму и дочь медикам. Женщина уже впала в кому, а ребенок скончался по пути в больницу. В ходе проверки будут выяснены причины и обстоятельства случившегося, а также будет дана правовая оценка работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Как заявили уже в органах опеки, мать ребенка на учете не стояла, но буквально месяц тому назад должно было состояться заседание комитета по делам несовершеннолетних. По ситуации уже с другим ее ребенком, старший сын систематически не посещал школу. Рассматривался вопрос о том, что ребенок не посещал школу. Что же могло послужить причиной пожара, это выясняют специалисты. Пока же известно, что пострадавшая женщина находится в центральной районной больнице. С погибшим ребенком простятся завтра. Рамиль Шадиловна, Бзигарипов, ТНВ, Черемшанский район.